Добрый вечер, с вами программа политика, я Наталья Морарь и сегодня у нас выпуск на русском языке. Нынче стало модно бороться с неугодными, пора учиться, как себя защищать. По решению суда мэр Таракли Сергей Филиппов был отстранен от должности сроком на два года. Вы не ослышались, народ избирает, а суд отстраняет. Что это, борьба с неугодными мэрами или просто судебный процесс? Глава делегации ЕС в Молдове Биркотепиола уже назвал этот процесс политическим. Так ли это и как вообще борются с неугодными мэрами и вообще с неугодными людьми? Говорим сегодня. Мои гости в студии Сергей Филиппов, мэр Таракли. Я как-то не могу называть экс-мэром, мэр Таракли. Для меня вы еще мэр. Иван Дьяков, экс-прокурор Кишинева, тоже поборолся в свое время. Верил Фурдуй, председатель Конгресса местных властей Молдовы. Калм, добрый вечер, добро пожаловать. Директор, я прошу прощения. Алексей Тулбуре, политический аналитик. Добрый вечер. А рядом со мной Стелла Жентуан, экс-депутат. Добрый вечер. И замглавы комиссии по правам человека. Экс-замглавы комиссии по правам человека. Для начала посмотрим репортаж о том, как вас отстранили от должности. После чего вернемся к дискуссии. Примар города Таракли лишился своего мандата. Апелляционная палата Кагула признала его виновным вне законной вырубки деревьев и отстранила от должности на два года. Более того, Сергей Филиппов по решению судей должен выплатить штраф в 164 тысячи леев. По словам Примара, скандал разгорелся три года назад, когда было решено срубить 23 дерева, посаженных еще в 70-е годы. Чиновник говорит, что хотел сделать красивый жест и посадить на месте старых деревьев цветы и декоративные растения. Филиппов также утверждает, что решение вырубить деревья поддержали местные советники. И оно соответствовало закону. Это решение абсурдно, потому что все те доводы, которые были рассмотрены судом первой инстанции, на основании решения которого было вынесено оправдательный приговор, было четко расписано и границы компетенции по исполнению этого решения. Суд первой инстанции проработал все документы вмиг во всю нормативную базу. В принятии этого решения участвовал городской совет в количестве 23 из 20 человек. Работали специалисты, государственные служащие, 7 человек, это элита, которые компетентны в вопросах вынесения своих заключений. И была проделана огромная работа. И в конце выяснилось, что отсутствует только подпись согласования одной из структур, это экологической инспекции. Решение судей апелляционной палаты вызвало негодование представителей делегаций Европейского Союза. Глава миссии ЕС в Молдове Пирко Тапиола в социальных сетях заявил, что решение об отстранении примара Тараклии на два года можно считать политическим заказом. Представители делегаций Европейского Союза будут внимательно следить за развитием событий по этому случаю. Сергей Филиппов возглавил город Тараклии в прошлом году, одержав победу на местных выборах. Ранее Филиппов занимал ту же должность, будучи кандидатом от партии коммунистов. Честно говоря, у меня не укладывается в голове. У нас главы государственных структур, которые обязаны были предотвратить кражу миллиарда, оставались совершенно спокойно на своих должностях, даже почетно ушли с этих должностей. И никто их к ответственности не привлекал. А вот тут вот мэр нашелся наглым образом, посмелившийся посадить цветочки до туи новые. И вот, оказывается, это уголовно наказуемое дело. Объясните мне, пожалуйста, почему, во-первых, вы должны были за это ответить, а не те 23 городских советника, которые вас поддержали в этом решении? — Более того, в принятии этого решения, кроме 23 советников, еще принимало участие около семи деконцентрированных служб, которые компетентно дают заключение. — Городских служб? — Это деконцентрированные государственные, центральные. Представительство центральных органов на местах. Это государственное предприятие «Молтсилва», которое единственное имеет право давать заключение по состоянию этих деревьев. Да, они дали акт, это районные службы землеустройства и кадастра, это специалисты из других отраслей, на основании которых они своими сертификатами, своими должностями отвечают за выдачу заключения. Вопрос не столько, не хочу углубляться много в юридическую сторону, этим займется адвокат, но меня, начиная с 2009 года, всегда поражал один факт, что вроде бы я не такой большой политики и не могу представлять фундаментальные угрозы для нынешних представителей власти, но почему-то постоянно возникали те или иные коллизии. Потом я понял, что оказывается не обязательно быть фундаментальным антиполитиком или человеком, который противостоит открыто этой власти, а достаточно не быть своим человеком, как говорят, недоговороспособным. Для наших телезрителей, вы последний раз избирались как независимый кандидат, а до этого были членом партии кандидатов. Да, я покинул парламент в 2011 году и был избран по спискам ПКРМ в мэры города Тарагия. А можно узнать, чем вы так не нравились, я не знаю, центральным властям, местным вашим конкурентам? Чем? Ну, во-первых, нелюбовь ко мне, так скажем, возникла после отказа моего идти на конструктивное сотрудничество при выборе с президентом Марьяны Ильича Лупу. Это было 7 декабря 2010 года, когда у Альянса было 59 голосов и не доставало всего-навсего 2 руки. Поэтому были разговоры с просьбами и настоятельными просьбами обратить внимание на свой регион, на регион с компактным проживанием Болгар, для того, чтобы он мог развиваться, и для того, чтобы мы могли избрать президента нашей страны и начинать развиваться. Это был один из первых моментов. Второй момент. Меня с детства учили, что не надо врать, потому что если начинаешь врать, начинаешь запутываться. У меня всегда были свои личные убеждения по многим вопросам. Я крайне негативно выступал по вопросам оптимизации, которые в Болгарском национальном районе вызывала просто катастрофические последствия. Очень негативная и целая волна следственных проверок прошла после поддержки Гагаузского референдума. Есть несколько моментов, которые достаточно сильно раздражали центральную власть, а именно я и скажу, что это сегодня эти люди в руководстве Демократической партии. Мы об этом попозже поговорим. Господин Фурдуй, я говорила с несколькими мэрами не так давно. Не все, к сожалению, хотят говорить открыто, как господин Филиппов. Хотя вы помните, мы неоднократно делали здесь программы, многие говорят открыто. Но те, с которыми говорила я, наставят на том, что начались сложные времена для них. На многих возбуждаются уголовные дела, причем по делам совершенно смешные, на первый взгляд. Построил забор, не получил какой-то, не знаю, план, сертификат, справку. К нему приходят из прокуратуры, говорят о том, что будет возбуждено уголовное дело. Если человек не готов идти на конструктивный диалог, если не готов, возбуждается уголовное дело. Причем людям говорят, что их могут отстранить на время следствия от должности. А вы знаете, но следствие может длиться вечно, вечно. Вы можете это подтвердить? Я понимаю, вы, может быть, не готовы говорить нам имена города, села, районы. Но есть такая ситуация? Давид, на мэр? Давайте я с самого начала хочу сказать о том, что проблема контролирующих органов. У нас в обществе очень много говорится в том, в плане, что очень большое давление было и есть на бизнес, которые люди занимаются бизнесом. Но абсолютно очень мало людей до сих пор говорило и говорит на тему давления на местных выборных лиц. А здесь что творится? В принципе, это не сегодняшний день. Это еще, скажем так, у нас традиции уже и 5, и 10 лет назад начались эти традиции такие негативные. Использовать инструменты государства, чтобы давить на местных выборных лиц. Я здесь хочу напомнить о том... Когда вы говорите инструменты государства, вы имеете в виду что? В частности, в данном, разные инструменты. Все инструменты, которые исходят из этой чрезмерной централизации. Это финансовые инструменты, это экономические инструменты. И это в том числе эти институции государства, которые должны заниматься расследованием каких-либо правонарушений, в том числе и юстиция. И в этом случае я хочу просто напомнить, что то, что вот и этот случай, и много-много другие, я и вправду хочу подтвердить то, что в среде местных выборных лиц, в том числе и мэров, об этом идет речь. О том, что существует давление. И хочу просто напомнить о том, что это, кстати, началось не сейчас и не сегодня. Вот господин Филиппов сказал о том, или здесь было указано о том, что он был членом партии коммунистов, скажем так. Но я хочу напомнить о том, что это где-то началось с 2005 года. Я хочу напомнить, все вот эти громкие дела, когда начали перед выборами тоже местными, начались вот эти, все эти процессы. Помните, Кишиневские, там чиновники были арестованы, там годами почти там были заключены. После этого решение Европейского суда было на эту тему. И самое главное. Всегда боролись с оппозиционными мэрами. Самое главное здесь, что почти ни одно дело никогда не было доведено до конца. Просто это было использовано как инструмент давления, чтобы заставить человека изменить свою точку зрения. Я хочу посмотреть, что требует от мэров? Вот давят почему? Чтобы обеспечивал, не знаю, голосование за партию, принятие определенных решений, поддерживал на местном уровне инициативы, которые приходят из центра, чтобы не позволял людям выезжать на митинги протестные или наоборот, как раз таки собирал людей, чтобы они приезжали на другие митинги в поддержку. Что требует? Я думаю, много элементов здесь и все вместе связано. Но я хочу напомнить всем, что все-таки вот когда идет речь о каких-то, в том числе о выборах, например, местные или парламентские, или вот президентские и так далее, вдруг все вспоминают о том, что мэр — это единственный выбранный прямым голосованием человек, является одним из единственных, самых близких к электорату людей, который знает хорошо ситуацию в территории и которому по всем вот этим вопросам, обратите внимание, кстати, по всем вопросам, местные власти — это на втором месте после церкви по доверию. И нормально, интерес к этой категории лиц очень большой. И очень важный, мне кажется, аспект, потому что многие могут поторопиться как-то осудить мэров за то, что в том числе в последнее время мы видим эти движения, когда из одной партии переходят, там целыми масса и так далее. Хотя все проходили через это, я не знаю, если это дает какой-то результат на длительный период, но я хочу здесь обратить внимание на то, и здесь, кажется, есть специалисты, которые могут объяснить, что значит, когда человеку интентат возбуждение уголовное дело. Это что значит? В нашей системе это значит годы целые, годы целых переживаний, это давление постоянное, это на семью постоянное давление, это постоянный риск, вот это давление, что тебя лишат права занимать должность, тебя даже посадят и так далее. И вот чтобы вы знали в этом смысле, я хочу сказать, что у нас сейчас чувствуется, что система уже трескается. И вот этот случай показывает, и даже реакция господина Тапиолы, я хочу сказать, это тоже показывает, что у нас очень большое несоответствие, как сконструированы, как функционируют органы контроля, да, и вот эти, и что является местным самоуправлением. Я хочу только сказать, господин Филиппов, а почему вы для себя приняли решение все-таки не идти на конструктивный диалог? А ведь могли бы решить, как и другие, легко вопрос, вступили бы в ряды партии? Я бы ответил еще раз на тот вопрос, который вы задали, что это дает. Так вот, тут причина очень простая, это подавление волей населения, это вызвать апатию у этих людей. Потому что мы смотрим в парламенте, говорят, что все хорошо, все прекрасно, у нас большие, огромные истории успеха. Правительство докладывает об истории успеха. И тут вдруг наш мэр, то же самое, член той же партии, говорит, слушайте, мы и так вытянули ситуацию. И народ начинает, значит, я дурак, значит, я люблю не то, что должен любить, значит, я верю не в то, что должен верить. Но если вдруг появляется человек, которого каждый сосед знает, за которого, например, за меня 71% населения проголосовало, оказывается, я как простой гражданин, житель этого города или села, я-то прав, потому что вот он тоже так думает, значит, не все так ладно в этой стране. Так вот, это массовое, почему эти переходы нужны, это массовое подавление воли народа, это массовое подчинение под себя, подмятие грубое всего электората. И это осуществляется, я же говорю, нужно, чтобы вся цепь вот этой репрессивной машины в отношении простого гражданина Республики Молдова была отлажена. Если в этой цепи происходит разрыв, они делают все возможное, либо угрозами, либо шантажом, либо подкупом, для того, чтобы все-таки добиться конечной цели. Или вбить в головы людей, что при других будет хуже. Вот я такой, но оказывается, везде так. Поэтому местные избранники, за которых люди голосовали, являются, как говорится, той спасательным кругом, последней соломикой, во что еще люди хотят верить и на что они надеются. На самом деле, вы говорите страшные вещи. Я, конечно, рада, что мы еще можем говорить эти вещи свободно в прямом эфире, но это печально. Это 21 век, это страна Европы, почти в центре Европы. И происходят такие вещи. И как бы у нас проевропейское правительство. У нас же началась тотальная борьба с инакомыслящими или с неугодными. Господин Дьяков, вы тоже ушли громко из прокуратуры. Ваше место тоже громко заняли. Скажите, возбуждение уголовного дела на мэра местного, небольшого городка, села и так далее, может сильно повлиять на его волю и на его решение, в какую партию вступить? Можно ли заблокировать его деятельность в качестве мэра в случае, если будет возбуждено уголовное дело? Я, кстати, сейчас не говорю гипотетически. Давайте вспомним, как в интернете появился ролик с участием одного из председателей районов. Я уже не помню, от какого района. Он говорил о бывшем председателе района Олеге Скутару, кажется, от партии коммунистов. Окнецкий район. Единский район. И не зная, что его снимает камера, говорил, что ничего, проблему решим. Возбудим пару уголовных дел, есть кому позвонить, возбудим пару уголовных дел, партия поможет и вопрос будет решен. Головные дела легко помогают решать дела? Проблема? Ой, не знаю, с какого конца. Я, как прокурор, конечно, не хочу политическую в этот аспект проблему посмотреть, но если взять чисто юридически, можно, конечно, любого мэра возбудить дело, если он совершил преступление. Был бы человек, кстати, найдется. Не, не, если по пипуниках, на самом деле. И здесь ничего такого нет. Смотрите, все службы, кроме экологической, дали зеленый свет. 23 советника городских поддержали инициативу. Не знаю, есть приговор, человек обжалует высшую судебную станцию и там выскажутся. Не в этом суть вопроса. Это вопрос конкретного человека. А мы, когда смотрим, что явление в стране... Я могу начинать еще издалека. Вот помню, когда коммунисты были у власти. У нас это или в седьмом, или в восьмом году был отчет. И встал один начальник управления, отчитывался возбужденную 38 уголовных дел на экономических местностях, на экономических агентов, лидеров. Вот потому что началась такая кампания борьбы с лидерами, потому что обманывали граждан и так далее. Я обратил внимание, что все были члены демократической партии. Все члены демократической партии? На тот момент они были в оппозиции. Да, были в оппозиции. Теперь обратились. Теперь да, они просто отвечают той же монетой. Я удивился и говорю, вот говорили мы между собой, говорю, слушайте, кто больше имеет и возможностей, и наглостей, так будем сказать, чтобы нарушить закон? Те, которые в оппозиции или те, которые у власти? Почему те, которые рулят? Почему на них не возбуждается дело? И сейчас тот прокурор, который делал этот доклад, он возглавляет, ну не самый первый, но там руководство Генеральной прокуратуры. И сидит, бенни мерси. Такие работники всегда нужны господином. Поэтому вот эта тенденция, вот недавно Пушка сказал, Платон мне друг, а истинно дороже. Если бы в стране закон был законом для всех, то, конечно, мы бы здесь не сидели, не обсуждали. А так, сегодня проблема у Филиппова, и все делают вид, что ничего не происходит, должен Топиола говорить об этом. Завтра у Иванова, послезавтра у другого. На самом деле проблемы уже у очень многих, кто пытается говорить. Вот вчера пришли в компанию Старнет, одна из немногих компаний, которая всегда публично высказывала свою гражданскую позицию, входили на все протесты, и вот пришли с проверочкой уголовного дела 2013 года. Может быть там есть за что, но вот почему именно к ним пришли, к первому вопросу? Беда в том, и цинизм вопроса заключается в том, что в эти разборки очень охотно включается прокуратура, юстиция. Это проблема. Когда вот мы говорим уже десятки лет говорим о деполитизации, в Конституции написано, что прокурору деполитизировано. Но в Конституции написано, что мы правовое государство. Но как деполитизировано, если они выполняют политические заказы? Здесь мы должны прерваться о том, как борются с инакомыслящими, с неугодными, и является ли это одной из первых ласточек. Мы поговорим с господином Тулбур и Стелла Жентуан сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию. Говорим сегодня о борьбе с неугодными. Напоминаю, что мэр Таракли Сергей Филиппов был отстранен от своей должности на срок 2 года по решению суда. Люди избрали человека, 71% вы набрали. А вот суд решил, что за высадку цветов и деревьев не может человек занимать эту должность. Господин Тулбур, мы здесь часто говорим о том, что Молдова как-то скатывается в диктатуре. Это может быть не так заметно, потому что мы выходим, дышим тем же воздухом. Вроде бы как еще есть какие-то каналы, вроде бы как есть еще какие-то люди, которые высказываются. Но у меня такое ощущение, что с каждым днем нам все больше и больше закручивают гайки. И этот случай один из многих. Это так? Правильно впечатление? Не знаю, если это можно диктатурой назвать. Скорее, такое целенаправленное, систематическое, методическое разрушение правового поля. Вот это на территории, называемой пока Республикой Молдова. Вывод ее из зоны закона, из зоны демократии. Я сегодня читал документы Совета Европы, потому что, в частности, вопрос местной автономии, вопрос функционирования правосудия, правового государства – это фундаментальные принципы Совета Европы и Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Мы вступили в Совет Европы в 95-м году. В 96-м году подписали хартию местной автономии европейскую, где совершенно четко прописано, что такое местная автономия, до каких пределов она распространяется, каким образом центральные власти могут вмешиваться в дела местных властей. Совершенно четко говорится о том, что у нас не существует иерархического подчинения. Нельзя думать, что есть некая высшая власть, местная власть, это низшая власть, нет, вертикали. Это совершенно разные уровни власти, и они находятся постоянно во взаимодействии динамическом. Тут все это очень четко расписано. То, что произошло в Тараклии, это еще раз говорит о том, что мы далеко не ушли в вопросе децентрализации местной власти. Хотя на протяжении очень многих лет брали на себя очень большие обязательства, и не только после 2009 года, но и до 2009 года. Потому что, вот, примар говорит, что они получили заключение децентрализованных или филиалов центральных органов власти на местах. Деконцентрированных. Десконцентрированных и прочих других служб. Хотя в вопросе о менажаре территории, как это называется, местного обустройства, тем более, если речь касается каких-то растений, срок которых, так сказать, там истекал и так далее. Но тут не нужно согласовывать с министерствами. Это исключительная компетенция местных властей. Так бы было в любой функционирующей демократической системе. Проблема тут многоаспектная, я бы сказал. Тут есть и ситуация совершенно индивидуальная примара или мэра Тараклии Сергея Филиппова, очень глубокого, яркого руководителя, человека, которого на протяжении очень многих лет поддерживает местная коммуна. И он неизменно побеждает на выборах, вне зависимости от того, выступает ли он от политической партии или выступает независимым. Человека не сгибаемого и не идущего на компромиссы. Я в силу своих занятий знаю, что вокруг него перед выборами местными крутилось очень много партий. Уговаривали, звали. Очень много партий, понятно, ориентировавших, или тех, которые мы называем условно левыми. В том числе и тем партия, которая предлагала идти по его спискам, по ее спискам, если я в чем-то не прав, то скажу, меня перебейте или поправьте. Ну и поступил отказ. Я тут совершенно согласен с господином Филипповым в том, что когда ты не контролируешь местную власть, ты не контролируешь огромный сегмент населения, который, естественно, местной власти доверяет больше, чем партийным каким-то структурам или центральным властям. У нас сегодня сложилась совершенно парадоксальная ситуация, что самая легитимная власть в стране вообще – это местная. Это местная, да. И самая бесправная. Самая легитимная и самая бесправная. Потому что у нас парламент после 2014 года, его легитимность стремится к нулю. Легитимность правительства вообще нет никакой легитимности правительства. Оно было создано антиконституционным путем. Легитимность будущего президента тоже под вопросом, потому что выборы, которые будут иметь место... А может быть, поэтому и закатывают всех мэров неугодных, потому что нужно обеспечить нужный результат на президентских выборах. Ну, это очевидная цель. Но есть еще другая, более глубина, которую они, может быть, даже не формулируют, но, тем не менее, они действуют, выстраивая страну по определенным лекалам. В стране ничего легитимного не должно быть. Все должно быть куплено, все должно быть шантажируемо, все должно зависеть от воли политических хозяев, их центральных партийных структур. И тогда все будет действовать согласно какого-то плана, который исходит от... Ну, в частности, сейчас исходит от этой группировки, которую возглавляет Плокотнюк. Потому что совершенно очевидно, что Демпартия, которая полностью контролирует прокуратуру, устраивает вот такие спектакли. Потому что я знаю, что и суд первой инстанции оправдал, и Центр по борьбе с коррупцией, кстати, тоже Плокотнюковская структура, но тут они правильно сработали. Они отказались рассматривать, ввиду отсутствия предмета. Цветочки до клумба, ну это смешно. Ну это, значит, в силу абсурдности ситуации, самые продажные взялись за это прокуратура, которая взяла и возбудила дело, довела его до ситуации, ну, не знаю, какое слово найти. Вот, поэтому, тут, то, что у нас происходит, это и следствие отсутствия реформ в деле децентрализации местной власти. А это фундаментальный вопрос, потому что, действительно, уровень местной власти, это уровень, который каждый день, это не раз в 4 года, там, или раз в год, а каждый день находится в прямом взаимодействии с людьми. Действительно, армия, церковь, местная власть, пресса, вот институты, которые пользуются довольно солидным, респектабельным уровнем поддержки со стороны населения. Это следствие или желание нелегитимной центральной власти выстроить некую вертикаль власти, то есть, вопреки логике демократической, они хотят эту власть местную подчинить центральной власти. Потому что центральная власть сегодня захвачена. Вот вы поймите, что сегодня и парламент, и правительство, и президент, и ЦИК, и регулирующие агентства, это захваченные контролируемые институты. Местная власть где-то захвачена, но в большинстве своем примары получили прямой мандат от населения, и они не под контролем. И вот ситуация с господином Филипповым, это некая попытка устроить показательную казнь, присмирить тех, которые пытаются сопротивляться тому, что происходит в стране. Ну, показать, что будет. Я не хочу уйти так далеко, чтобы сказать, что местная власть сегодня единым фронтом противостоит тем феноменам и процессам, которые происходят в стране. Но, тем не менее, в определенном смысле это так. Вот местная власть, если хватит воли, хватит сил, если примары будут, у нас будут такие примары, как Филиппов, местная власть может стать теми островками законности и демократии, откуда может пойти изменение. — Господин Тулбери, не нужно все вешать на плечи местной власти, должны быть граждане, которые объединятся вокруг местной власти и поддержат тех, которые не прогнутся, скажем так. — С другой стороны, неправильно, тут я согласна с Владимиром Фордуем, неправильно говорить, что те, кто, скажем так, прогнулись, они ведь все это делают не потому, что им так сильно нравится. У тебя есть село, у тебя есть город, ты этим людям, ты их знаешь не одно десятилетие, ты им обещал и ты должен делать. Какая партия, какой там логотип? — Есть, нет, я не осуждаю, когда я говорю о том, что захвачены определенные, так сказать, примари или примары, но тоже не совсем так. То есть люди просто маневрируют, скажем так, и он из одной партии переходит в другой, потому что он знает, что ему нужна поддержка, нужны гранты, нужны проекты. — Потому что мы снова вернулись к словам, когда ты, если не у власти, все, у тебя никаких денег, ни грантов, ни поддержки, ничего не будет. Центр просто перекрутит мобильник. — Правильно, но послушай, тут есть одна фундаментальная вещь. — Короче, потому что госпожа Жантуан давно не говорила. — У нас есть время. — Да, есть одна фундаментальная вещь. Да, примары должны мобилизовывать деньги, ресурсы, поддержку, а также финансовую, политическую для чего-либо. Но есть примары, которые идут чуть дальше, и они смотрят чуть более вперед, и они более перспективны. Они вовлекают в это население через свой личный пример, через хорошие дела и через участие. Потому что вот только такое социальное действие совместное и примара, и граждан, вот вы граждан помянули, совершенно верно, немотивированное материальное. Он не платит, просто люди приходят там, что-то обустраивают, собирают какие-то сами деньги, организуют какие-то субботники. Вот это немотивируемое совместное социальное действие — это зародыш гражданского общества, которое, может быть, что-то на уровне коммуны, или какого-то кооператива, или какого-то села, или города сделано. Гораздо более опасно для такого рода власти, который у нас в республике Молдова, чем там заявление 15 послов или, не знаю, 7 митингов на центральной площади страны. Очень коротко, потому что господин Антон, не то, что недавно, она вообще еще не говорила сначала. Одно замечание. Когда говорим о законе, надо выражаться правильно. Господин Тульбург сказал, что вот потом прокуратура антикоррупции взяла к себе и вот довели. Я не знаю, насколько обоснованно было квалифицировано действие господина Филиппова по статье «Злоупреждение служебного положения». Но если возбудили по этой статье, это компетенция прокуратура антикоррупции. Они правильно взяли, а насколько правильно решили, это другой вопрос. Спасибо за точнее. Господин Антон, что это? Борьба с неугодными, попытка захватить мэров, которые еще остались в свободе. Что это такое? Как это понимать? Я думаю, что та ситуация, которая сейчас происходит с господином Филипповым, мэром Тараклии, это очень важный звонок для общества. Я бы хотела сейчас, чтобы мы все вместе проанализировали эту ситуацию, вместе с нашими телезрителями, чтобы они все-таки задумались над тем, что происходит в Республике Молдова на самом деле. Потому что если мы сейчас попробуем сделать диагностику ситуации, и мы поймем, почему такие случаи происходят, почему это случилось с господином Филипповым, почему это случается с другим мэром, и почему это случается с экономическими агентами, телевидениями и просто людьми, о случаях которых мы, например, может быть, даже не знаем, но это уже происходит в обществе. И проблема в том, что сейчас происходит в Республике Молдова. Наша так называемая власть, она очень целенаправленно выстрела свою стратегию победы, порабощения этой страны, которая, как обещал нам один из лидеров сейчас правящей партии, что демократическая партия станет самой сильной партией в Республике Молдова. В принципе, это очень вписывается в эту стратегию, она становится и, видимо, завершит свой триумфальный этот путь, именно когда будет избран президент Республики Молдова. Но вернусь опять к этой небольшой диагностике, которую я хочу вам предложить. Посмотрите, в события, которые сейчас предшествуют и которые сейчас происходят, связаны с Республикой Молдова. В одной из предыдущих передач я говорила о том, что наша власть выставила или устроила такой тендер для наших западных и восточных партнеров, о том, чтобы выгодно продать свои политические акции. Если мы спроецируем эту ситуацию, возьмем некий такой завод-банкрот, там, где работают люди, но они не получают зарплаты, у них нет никаких пособий, у них нет фактической работы. Но хозяева хотят получить с инвесторов и хотят получить с этого деньги. Что они делают? Они имитируют какую-либо работу и своим инвесторам говорят о том, что посмотрите, что-то в этом заводе, на этом предприятии, что такое происходит. И теперь они устраивают этот тендер для того, чтобы получить этих инвесторов. Наши власти то же самое делают со своими западными и восточными партнерами. Что встреча с Лавровым, заявление господина Петита, посла Соединенных Штатов Америки, приезд специального представителя Соединенных Штатов Америки в Приднестровском урегулировании. То, что начинается опять эта дискуссия вокруг Приднестровского вопроса. И сейчас на самом деле наши власти заняты вот этой продажей политических акций своим партнером, кто больше, для того, чтобы получить вот ту заветную, тот заветный карт-бланш, для того, чтобы они могли делать, легитимировать себя в этой стране и делать все, что им угодно. И тогда никто ничего не сможет сделать. Ни наши европейские партнеры, ни Соединенные Штаты Америки, ни Россия, те, которые, партии, которые устремляют свои взоры и надежды связываются с Российской Федерацией. А может быть, хватит нам рассчитывать, что либо наши западные партнеры, либо наши восточные партнеры как-то вот своим перстом покажут, укажут нам, вот где этот путь, где выход на волю. Так вот проблема сейчас, проблема сейчас, вот как раз, поэтому я говорю, что то, что происходит с господином Филипповым, это как раз вот звонок всему обществу. Потому что здесь вот было бы уместно вспомнить эту знаменитую притчу о католическом пасторе, который говорил, что когда убивали евреев, я молчала, потому что я не еврей. Когда убивали коммунистов, я молчала, потому что я не коммунист. Когда убивали там патриотов, я молчала, а теперь сегодня пришли за мной. Вот я не хочу сейчас говорить о господине Филиппове как бы в единичном варианте, потому что его я видела были массовые протесты, люди поддерживают. И в самом деле я знаю, что господина Филиппова очень любит и уважает жителей Таракли, вообще Тараклиского района, он очень уважаемый там человек. Но проблема вот именно нашего общества, то, что оно не может объединяться, видя опасность где-то в другом месте. То есть они понимают о том, что вот если что-то... Это не наше, это меня не касается. Да, это меня не касается, да. А что я иду по гарду увечиновую. И когда эта ситуация множится и множится и множится по стране, и мы видим, что с мэром это не единичный случай, это просто самый громкий, который совершенно верно отметил коллега Тулбери, что это просто сигнал всем примарям, что ребята, мобилизуйтесь, потому что мы сейчас ведем, у нас триумфальное шествие самой сильной партии в Республике Молдова. И общество должно задуматься, по моему мнению, и перестать попадать в эти геополитические ловушки, которые выстраивает власть, и именно консолидироваться, как это было несколько месяцев назад, против тех противоправных действий, которые сейчас творится в Республике Молдова. Здесь очень хочется заметить, давайте вспомним, с чего начиналось дело группы Петренко в сентябре прошлого года. Об этом деле говорило очень мало средств массовой информации, очень мало лидеров, очень мало послов, как-то оно вообще замалчивалось многими в СМИ. Именно потому что это бывший коммунист. Да, потому что это экстремисты, Донбасс, коммунисты и вообще чума рожая. Зачем нам заниматься их правами, это нас не касается. Но постепенно, постепенно, постепенно люди стали понимать, что сейчас, когда увидели, как таскают их по коридорам в здании суда, стали понимать, что сегодня это касается Петренко, завтра это может касаться меня. И мне показалось удивительным образом, где-то за 6 месяцев, это дело в общественном сознании поменялось. Это перестало быть делом против наших идеологических врагов, это стало делом против любого из нас. После этого произошло невероятное объединение протестующих масс. Одни вышли за Майя Санду, другие за Андреем Настасьем, третий за Усатым, четвертый за Дадоном. Пятые вообще вышли просто потому, что хотели выйти. Люди как-то объединились, и что-то у них стало получаться. Как только это произошло, смотрите, сразу разделение Унирия, марша за государственность. Сразу стали вбрасываться темы, которые людей у нас разъединяют моментально. Вспомни про Унирию, вспомни про название языка, вспомни про русские танки. Все, моментально, моментально люди разъединяются. Вас не обвинили, кстати, в участии в создании? Было, было, конечно. Этот аспект мы не затронули. А в чем вас обвинили еще раз? Ну, что лидеры республики. Это же национальный район. Бутжак, который находится в Тараклии, Бельцах и Камраде. А, то есть у вас еще по закону об экстремизме, вот скоро примут закон, вас еще за это могут. Бельц, 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 Бельц. Я думаю, что это не дело против прорумынского или пророссийского активиста. Это дело против нас, против гражданского общества, против граждан, против вообще правового государства. Мы, если это будем проглатывать каждый раз, скоро вообще никого не останется. Я думаю, что вот работу, извините, что, я думаю, что вот то, что КАЛМ у нас есть, и КАЛМ проводит очень серьезную работу. Кстати, вот мэр Тараклии, я понял, не член КАЛМа, тем не менее КАЛМ. Пока не член. Неважно. Я друг КАЛМа. Но КАЛМ, кто занимается вопросом децентрализации, местной автономии, следит за деятельностью и КАЛМа, и международных структур. КАЛМ – организация, в которой есть полное доверие всех. Я общался с мэрами, выступающими от различных, или ставшими мэрами от различных политических сил. К КАЛМу у всех очень положительное отношение, все с ним сотрудничают. И в этом смысле это очень хорошо. Я думаю, что КАЛМ – это своеобразный профсоюз местных властей. И вот КАЛМ мы должны поддерживать. И должны эти формы ассоциации пропагандировать и всеместно продвигать. Потому что это тоже некий зародыш будущего нормального, здорового гражданского общества, которое может очень многое сделать. А как другие мэры отнеслись к делу? Я понимаю, что прошло еще очень мало времени, только вчера появилась новость. Но как вообще другие мэры, если вы общались с кем-то, отнеслись к этому решению? Ну, во-первых, пару слов о КАЛМе. Вы знаете, ситуация была довольно сложная у нас много времени. У нас отсутствовала такая организация. Скажем так, постоянно все мэры были разделены. А партии, да. Разделяя по принципу, разделяя властвую. И практически никогда голос поистине у местного сообщества никогда не был слышен. И вот все-таки вот такое случилось. Значит, может быть, это что-то парадоксальное какое-то в наших условиях, когда разделено так общество, так разделено и политические, я не знаю, идеологические направления, право, лево и так далее. Геополитические. Геополитические. Вот, представляете, все-таки это еще раз показывает, что все-таки есть большой потенциал на местном уровне. Мэры, почему они все-таки, по сути, вот господин Тулбур абсолютно правильно сказал, по сути, это одна из самых таких, может быть, важных институций, местная демократия, на которую постоянно обращают внимание, на ситуацию в этой области, обращают внимание Советы Европы. Постоянно у нас были очень критические эти рапорты всех внешних наших партнеров. Так они и есть, они только были. Последний был 2012 года. И что хочется сказать, все-таки вот было основанием вот этого появления, как возникло, и именно вот мэры стали они. Вот группа, довольно большая группа мэр, которая осознала необходимость быть вот вместе. И я думаю, вот это результат, то, что они вместе, из разных партий, там, я не знаю, с разными видениями, они все-таки не позволили и вот как-то влияние каких-то, знаете, внешних, потому что влияние были, и давления были довольно большие. Но это, я думаю, от этого выиграли все в этом смысле. А в том, что касается вот реакции, то, что вы спрашиваете, конечно, реакции негативные, потому что здесь очень простой ответ. Во-первых, все считают, кстати, мы уже готовим тоже определенную реакцию на эту тему, даже мы собираемся в неочередной вот этот совет собирать по этой теме. Но хочу сказать реакции мэров. Я ехал сюда и уже получил несколько звонков, и все спрашивают, что делаем, как будем реакционировать, реагировать, потому что это так нельзя. И проблема не в том, потому что и правда здесь господин Дяков говорил, я не знаю, там, можно, не будем вдаваться в эти юридические какие-то детали, но все знают господина мэра Тараклея, сколько он как человека авторитетного, который и вправду здесь не идет речь о каком-то, там, не знаю, преступнике и так далее. И то, что он сделал, в принципе, это сделал тоже в интересах граждан. И самое главное, знаете, парадокс в чем? Что господин мэр, в принципе, скажем так, ведь прокуратура, там, те, кто осуждает его, говорят о том, что был какой-то публичный интерес нарушен. Но, по сути, граждане, выбрав его с первого тура, 71% голосов отдали ему, получается, они еще передоверили еще раз, кто определяет вот это нарушение публичного интереса. Вот здесь очень интересная вещь. А, кстати, для наших телезрителей, можно сказать, чтобы было понятно, насколько все это, ну, и смешно, и грустно, о скольких деревьях идет речь, о скольких клумбах? Там было, туя, это дерево-кустарник, и было 26 тволиков, которые росли из земли. Это 5 складометров дров, 5 складометров это 3 кубических метра, идет речь о них. Я хотел бы немножко, потому что мы всегда говорим о партии, мне иногда даже обидно становится за некоторые партии, скажу то, что на практике может быть интересно людям, и то, что подтвердят все примары республики, которые особенно имели шансы пройти с первого тура. Как это все делается? Когда за полгода до местных выборов ко мне обращается механизм. В каждом регионе есть свой представитель, например, Демократической партии. Со мной они говорили. Лидеры левых партий, учитывая, что они не имеют возможности влиять на финансовую ситуацию через парламент, через правительство, они обещали на потом. Демократическая партия, как партия власти, на сегодняшний день более детально обговаривала с каждым примаром. Со мной, например, за 3-4 или полгода встретился региональный лидер, который курировал Камрат и Тараклию. Вот вы знаете, давайте поговорим начисто. У нас нету реально лидеров. У нас Демпартия набирает 5%, ЛДПМ 34%, либеральная уже такой регион 0%. И вот наша задача, мне поставили задачу Центра довести до 25-30%. И я вам предлагаю очень конструктивное решение, если принципиально договариваемся. После этого вы подойдете к следующему человеку, к Константину, не знаю, отчества Ботнарь, и более детально обсудите все вопросы. А Константин Ботнарь был тогда депутатом? Да, он уже был. Нет, он не депутатом, он генеральный секретарь. Зачем вы были депутатом? Подождите, тогда он был избран, это за полгода до местных выборов. Он в 2014 году. Можно я вам скажу, о чем я хочу, как говорится, мысли о чем? Вот мы поговорили. Я говорю, я принял, у вас реально, он говорит, шанс набрать, ну смело, за 50 с первого тура, независимо под какими партийными флагами. Одновременно подтянем наших советников, членов нашей партии, чтобы Демпартия здесь превалировала над всеми остальными, покончить с красным регионом или с какими-то там левыми силами. Дальше вопрос, ну хорошо, я не согласен, ну хоть поговорите, ну хоть встретись. Встретились с господином Ботнарем, очень интеллигентный, культурный человек, поговорили вежливо. Он говорит, давайте поднимать регион, мы вам сможем, там есть Министерство транспорта, фонды дорожные, есть четвертое приложение закона о государственном бюджете было, ну до вступления в силу. Есть, знаете о чем, когда мы говорим, путаем людей, что это партия плохая, демократическая партия США и об этом так не работает. Так вот ни один из этих представителей, которые говорили о миллионах, о том, что мы будем развивать регион, взаимовыгодные сотрудничества, вас и так и так и заберут, но у нас будет контроль над этой территорией. Никто мне даже не попросил и не дал устав партии. Цели, задачи, стратегии какие-то, понимаете? Это все, теперь работа идет на лидера партии, на хозяина партии, которому хочется иметь полный контроль. Вот паутина, спрут, он захватился, щупывается у него в каждом районе, у него везде префолирующих. Потом идет предложение. Я говорю как практик, которую примар, особенно ради центра, знаю. Потом мы с вами обсудим кандидатуры деконцентрированных служб. Это те, которые службы имеют, министерство имеет свои службы. Чтобы вам было легко потом работать, чтобы не было никаких там понтов, чтобы никто не путался под ногами, чтобы вы могли свободно решать свои вопросы. Мы с вами обсудим руководителей районных служб. Мы хотим создать такие условия, чтобы вы могли работать, и мы здесь контролируем весь процесс. Так вот я еще раз говорю, никто не предложил ни устава партии прочитать. И ничего, за партийными вот этими табличками или розочками, вот этими билбордами, это прячется просто хозяин данной партии. Но ничего общего с какими-то либерально-демократическими ценностями, демократическими ценностями. Либо уже, к сожалению, для меня и коммунистическими ценностями ничего не осталось. Работаем на лидерах. Мне очень не хочется сейчас вас прерывать, мы вернемся обязательно с вами после рекламной паузы. Конечно, ваш монолог о том, как вы встречались с Константином Ботнерем, и как вам предлагалось все, Шамаре, Шасаре. Кроме устава партии. Мне кажется, этот монолог должен войти в историю. Это на самом деле не про Константина Ботнерем, не про демократическую партию. Это вообще про отношения между центральной властью и местной властью. Я не думаю, что что-то сильно изменилось со времен тех же коммунистов. Всегда так было. Просто сейчас это ассоциируется с определенной конкретной партией, которая в власти. Но спасибо вам за эту честность. Но тут и про ценности, о которых так много говорят. Мы продолжим поговорить про эти ценности, мы продолжим про них говорить. Которых на самом деле нет. После короткой рекламной паузы оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию, напоминаем и говорим о случае мэра Таракли Сергея Филиппова, которого на два года отстранили от должности мэра по решению суда. Потому что, сколько, 27 туй вырубил? 26. 26 туй вырубил и посадил цветочки вместо этого. Это мэр, за которого проголосовали 71% жителей Тараклии. Вы до паузы рассказывали нам о вашем опыте общения с Константином Ботнерем, уже бывшим депутатом от партии демократов. Вы сказали, что он предлагал лично различные преференции для Тараклии. Вы сказали, что и речь не шла о ценностях или о программе партии. Но вам хотя бы объяснили, для чего вообще необходимо вам сотрудничать с ними? Чтобы дальше было что? Чтобы построить сильную Молдову, чтобы поднять юг. Цель какова была? Цель проста. Стабилизация, я повторяю, цитирую, стабилизация ситуации в стране. И говорю, что вы сказали, мне предложили взаимовыгодное сотрудничество, используя мой рейтинг, потому что все были за несколько месяцев до выборов уверены, что сколько бы ни было кандидатур, а было 8 или 9 кандидатур на мэры, что моя, есть тоже социология, проходит с первого тура. Поэтому, как бы я, используя ситуацию, что я вхожу в должность примара, вернее, народ меня избирает, но я должен еще обеспечить не менее 30% так называемых... Городских советников. Да, городских советников, так называемых членов демократической партии, которой, я уверен, ни у одного тоже устава партии не было. Вопрос, а вам намекнули на личную выгоду, или речь шла исключительно о взаимовыгодном сотрудничестве для торопления в целом? Мне было обещано, что это будут 4 года спокойных, когда я могу решать любые вопросы. Любые вопросы подразумеваются, любые вопросы. Потому что спросили, какое у вас отношение с местным комиссариатом, с прокуратурой. Нам нужна стабильная власть везде, чтобы они были люди, которые адекватны, которые могут работать, но они должны быть, как говорится, люди, преданные нашими сторонниками, для того, чтобы можно было стабилизировать. Вот мы видим там, один из себя клоуна корчит, я все эти цитаты корчит в парламенте, другой там уже продал все, что можно, и рассыпал все, что можно рассыпать. Нам нужна вот эта страна, чтобы доминировала одна партия, и в территориях были люди, которые в любой момент готовы поставить плечо для того, чтобы порядок в стране сохранился. О каком порядке шел разговор, это понятно, что может быть порядок, который утвердит один человек, хозяин партии, может быть. Это объяснено не было. Нам пишет Елена Поднаренко, глава парламентской комиссии по местному самоуправлению. Сергей Филиппов честный и порядочный человек, грамотный примар, труженик, по-настоящему любящий людей и свой город. Приговор, вынесенный в отношении Сергея, это политическое решение, еще раз доказывающее, что Молдова захвачено государство. В бытность мною, примаром Сорок, мне предъявляли такое же обвинение за баннер на русском языке. В качестве председателя парламентской комиссии я обратилась и к послу США в Молдове, примария Таракли участвовала в проекте USAID, и к шефу делегации Совета Европы в Молдове. Спасибо за сегодняшнюю передачу. А вы обращались уже, вы общались с кем-то из послов, с Советами Европы? У нас были общения, и ближайшие будущие, вернее уже завтра я буду говорить с послом Болгарии по этому поводу. То, что Лена сейчас упомянула в проекте USAID, это агентство международного развития США, Горел знает, мы активно работаем по продвижению действительно услуг для населения, и для них очень коробит, что, допустим, раньше я ассоциировался с коммунистом, с антиевропейскими ценностями, но на самом деле примары сами заинтересованы для того, чтобы реальная децентрализация финансово-административно перешла на места, потому что это нужно людям, людям нужна власть, которая находится на расстоянии вытянутой руки. Их очень коробит, когда мы в присутствии, да, и члены КАЛМА, когда мы в присутствии представителей международных организаций, доноров, которые финансируют процессы децентрализации, говорим, что вас этими отчетами просто вводят в заблуждение. Реальной децентрализации нет. И каждый из нас с боем проводит эти реформы не потому, что они финансируются проектами USAID, европейскими фондами, а потому что они реально приносят эффект для населения и реально дистанцируют политиков их руки от, как говорится, полного захвата территорий. Ситуация на Украине тоже произошла, может быть, потому что несвоевременно была децентрализация, и предыдущий вор, нынешний вор, и вообще всем ворам это выгодно, когда ты контролируешь полностью весь процесс финансово-административный, политический. И поэтому мы неоднократно говорили, может быть, глава европейской делегации, Пьер Котопиола, перед ним был Шубель, глава проекта USAID работающий, они знают, что мы реально искренне заинтересованы в этих процессах, и они нормальные процессы, процессы децентрализации. Есть опыт международный, это можно увидеть реально, где это работает, потому что сильная местная власть – это сильная страна. Пока эта страна будет руководиться одним человеком, а не 936 избранниками народа, то у нас вот такая ситуация остается. Вот тут заметить, вот Сергей очень правильно подметил, если у нас реализуются какие-то проекты, они исключительно на уровне местной власти реализуются. Это правда, это правда. Я вам скажу больше, потому что я немножко занимаюсь этими вопросами. Есть местные избранники и мэры и советники, которые гораздо более профессиональны в вопросах развития экономического, социального и прочего, в вопросах привлечения инвестиций, чем специализированные агентства на национальном, центральном уровне. И понятно, эти люди… Что генерирует Кишинев, Кишинев официально? Генерирует беззаконие, нестабильность, аморальность, воровство и так далее. Что генерирует местная власть? Ну, не вся, но в некоторых местах… У нас есть примарии, которые экскурсии туда надо идти в города и села произойти, показать, что эти примары там сделали. Вот Тараклея, кстати, одно из этих мест. Они генерируют стабильность, развитие, уверенность в завтрашнем дне, поднимают уровень жизни. Может, какой-то Костя Ботнерис, какой-то плохотнюк со своей шайкой-лейкой конкурировать с этими людьми, нет, поэтому они их будут уничтожать. Понимаете, вот в этом смысле, это я хотел в заключение сказать, но раз, в этом смысле примарам еще с большей энергией надо собираться вместе, сбиваться в кучу и понять, что вне зависимости от партийной принадлежности у них есть общие надпартийные интересы. Эти общие интересы – это интересы граждан. – Здесь очень важно, я хочу услышать мнение господина Дьякова. Мы очень много говорили о уголовных делах, они возбуждались всегда. Вопрос. А те прокуроры, те следователи, которые вели, заводили уголовные дела против мэров, и эти дела ничем не заканчивались? Вообще кто-то когда-нибудь их привлекал к ответственности? – По статье 310, классификация доказательств. – Очень часто так получилось. Вот как вы рассказывали про демократов в период 2007-2008. – Я как раз хотел чуть-чуть повернуть, потому что я не совсем понимаю ход нашей беседы, я думаю, что зрителей мы немножко напутались, слишком философски говорим. – Внесите конкретику. – Возвращаемся, да. Вот вы чуть раньше упомянули дело Петренко. И обрисовали, я имею другое мнение здесь. Понимаете, дело Петренко очень простое. Когда возбудили, не надо искать, может быть, была подоплека какая-то политическая где-то что-то, но прокурор сектора Рыжкань, знаменитый Попа. – Который теперь занял ваше место. – Который, да, при чем тут мое место? – Ну, знаменитый прокурор стал прокурором в муниципе Германа. – Он, на его совести, он при коммунистическом режиме, он фальсифицировал, возбуждал уголовные дела. Не хочу сейчас перечислять их всех, которые в один прекрасный день правительство или руководство страны попросили прощения перед этими людьми. Пасата, Мурекян, Николай Дронник, Бекчиев и так далее. – Да, почти всеми. Они были сфальсифицированы. И этот человек был уволен из прокуратуры, потом каким-то вот так тихо… – Волшебном, в образе. – Вошел и стал руководить. – Что я хотел сказать? – Вот он возбудил дело в отношении Петренко. И, может быть, я допускаю, что где-то было кто-то, но я почему-то уверен, что это он лично хотел, потому что он увидел. – Ага, бывший коммунист, у коммунистов сейчас попали. Вот эти демократические все партии – это коммунисты. То есть Петренко на момент возбуждения дела был выгоден всем. В том числе и вот этим оппозиционным партиям. – То есть вы думаете, это может быть его личная инициатива, а не заказ сверху? – Конечно. – А когда уже… – Хорошо, а личная инициатива началась дело месяц-два? – Нет, нет. – Можно было бы сверху остановить это? – Сейчас… – Сказать, ребята, отпустите домашний арест. – Сейчас я… – Под подписку не выездил. – Когда уже дело набирало, общественный резонанс и так далее, уже даже и те, которые хотели, чтобы Петренко сидел, ну вот как тот же Додон и так далее, он его выпустил. И так далее. Все делают политический капитал. – Здесь я хочу сказать, от прокуратуры зависит все. Если генеральный прокурор, ну, по крайней мере, вот когда пришли наши к власти, я ожидал, что наконец-то в прокуратуре что-то откроется. А я как с 2001 года сидел в оппозиции, как бы, и потом тоже. Этот же попа продолжал качать права, так сказать, если грубо выражаясь. генеральный прокурор уже шесть лет с мальчаливого согласия парламента работает без коллеги, нарушая пять статей закон о прокуратуре. – И вот отсюда можно плясать от печки. – То есть, рассчитывать, что кто-то из прокуроров, кто незаконно возбудил дела, либо с нарушением процедур, рассчитывать, что их привлекут к ответственности, не стоит? – Вот попа тогда нарушил закон, генеральный прокурор нарушил закон, остальные нарушают закон, и никакой ответственности. Поэтому, я еще, ну, где-то три года назад начал активно бороться и говорил открыто, что генеральный прокурор не прав. Я писал рапорта где-то на 27 листов, и президенту, ну, лично дал генеральный прокурор, указал на ошибки и так далее, и никакой реакции. И у меня начались проблемы, потому что сейчас я вот на днях недавно узнал, что, оказывается, когда я был прокурором города, в отношении моей жены возбудили уголовное дело. Я понятия не имел. И никто мне не сказал. – Это значит, что прослушивали вашу жену, у вас? – Что говорить о примаре с Таракли, ну, это не Россия, конечно, огромная территория, но все равно с провинцией, если я прокурор столицы и узнаю 14 мая, то есть в мае 14-го года возбудили в отношении моей жены дело, я не знал. – А возможно, чтобы было возбуждено уголовное дело без того, чтобы человек знал? – Да, все возможно. Поэтому я как бы хочу линию… – Но вашу жену оповестили. – Вы считаете, что это тоже была личная инициатива прокурора, который этот делал уголовное дело? – Ну, конечно. – А он сам себе решил на вашу жену просто открыть уголовное дело? – Причем следователь просто в ваш делам вел. – Ну, как это возможно, чтобы это были личные инициативы людей на местах? – Я хочу сказать, чтобы люди поняли, пока мы наведем порядок в прокуратуре, пока прокуратура не будет независимым органом, вот такие дела произойдут. – Потому что, понимаете, да, политически это здесь можно говорить сколько угодно. Всегда найдется, даже при более демократических режимах, найдутся люди, которые попросят прокурора, слушай, ну, посмотри. А если прокуратура не смотрит, куда указывает, значит, пусть будет, я не знаю, какой режим. – Наталья, я более того, вы, Евангер, сказали, что вы поняли процесс. Я более того, я абсолютно согласен, и сегодня я говорил о Ботнере, он, может, даже забыл, как я выгляжу, или о Плохотнике. – Сегодня вспомнил. – Да, он сегодня вспомнит, да. Либо о Плохотнике, который, наверное, сейчас смотрит, говорит, кому я такое говорил. У нас в системе профанация всех ценностей и всего законодательства, вот всего, что произошло, вызвало волну, вот этой, как банков пауками, когда сотрудники центра друг на друга начинают закладывать, когда он ищет – вот Филиппов там слышен, что-то он где-то выступил, что-то он сказал, давайте мы там в дело. Просто идет лазание по спинам, по плечам для того, чтобы я где-то… вот я тот прокурор, который посадил вот этого… – Наказал неугодного. – Наказал. – А почему, и что меня разве не назначат куда-то повысит начальником отдела куда-то в генпрокуратуру? – Уже идет вот этот низменный карьеризм, который породила именно эта власть, именно эта партия. – Ну, как говорится, страшнее другое может быть только дурак с инициативой. – Конечно, если… – Дурак, который имеет возможность реализовать. – А, да. Дурак с инициативой, который может ее реализовать. – Посмотрите, прокуратура антикоррупции – это одно из важнейших звеньев в системе прокуратуры. И там нет прокурора уже сколько, не помню, больше года. – Да и так все решается без проблем. – Там молодой прокурор исполняет обязанности. Ну, что такое исполнение обязанностей? Это в каждый день был последний день на работе. Потому что завтра пришел шеф и сказал, сегодня у тебя кончилось вот это исполнение. И с одной стороны. С другой стороны, человек знает, если он исполняющий обязанности, знает, что он сегодня последний день приходит. Ему мать родной скажут – посадить. Он посадил. С другой стороны, он, ага, какой-то случай выгодный ему это сам, потому что сегодня последний день я могу урвать и все будет в порядке. – Переходим к выводам. Начинаем с вас, господин Фурдуй. Что делать мэрам? Как им помогать? Как вокруг них обниматься? Что делать? Потому что такие случаи остались единичными. Хотя я боюсь, что… – Ну, вообще-то, самый такой простой способ здесь что делать или ответ на этот вопрос, конечно, то, что многие сейчас и то, что делаем вместе в Калме, то, что надо объединяться, надо быть вместе и реагировать вот на такие случаи. Но я хотел бы здесь сказать две, мне кажется, важные вещи, которые должны помочь изменить ситуацию к лучшему. Во-первых, в том контексте, что говорил господин Дьяков, у меня всегда возникал вопрос, как мы можем что-то изменить в этой ситуации, если мы не имеем ни одного случая, чтобы люди, которые возбуждают вот такие дела, не отвечают. Мы имеем столько случаев, когда в европейском суде признаются несостоявшимися все вот эти дела, и в конце концов никто за это не отвечает. Государство отвечает и материально, и так далее. Это, мне кажется, очень принципиальный вопрос. Значит, в таком случае мы стимулируем такое поведение людей, которые по заказу делают любые вещи и уничтожают просто людей, и деструквятся лорус. Давайте скажем так. И второй момент. Вы сказали о том, что надо укреплять прокуратуру, реформы и так далее. Я думаю, мы никогда к этому не придем, когда будем как-то изолированно смотреть эти элементы. Мы не придем, пока все не поймут, все наши правители, те, кто придет к власти и так далее, что без реальной децентрализации политической, экономической, финансовой и передачи как можно больше полномочий на местный уровень. Мы никогда не будем иметь то, что нас все просят и говорят наши внешние партнеры, то, что боритесь за юстицию, с коррупцией и так далее. Это все сказки. Потому что в централизированной системе, где 2-3 человека решают все, это невозможно. Это все сказки. – Госпожа Жантова. – Хочется продолжить то, что сказал господин Фрудуй, потому что 6 лет я была членом делегации парламента Совета Европы. И хочу сказать, что вот эти все 6 лет докладчики по Молдове постоянно обращали внимание нашей делегации нашей страны о необходимости принятия закона о децентрализации власти для местных властей. Несколько было попыток в прошлых парламентах принять этот закон, и никогда не доходили до принятия этого закона. Теперь это совершенно очевидно, совершенно ясно, почему этот закон до сих пор не был принят и не будет, видимо, принят. Потому что мы видим, что политические партии просто на таких людях, как господин Филиппов, просто паразитируют. На таких, как господин Филиппов, на таких, как другие мэры, которых 70-80% населения поддерживают, и они хотят через этих людей, поддерживаемым населением, провести интересы своей партии или как можно больше своих советников и так далее. То есть они им нужны как прицепы, которые просто приведут их людей к власти. Вот в чем проблема вот этой недецентрализации. Поэтому я думаю, что основная идея сейчас и о том, что мы говорили, делали диагностику, что сейчас происходит в обществе, это то, что, во-первых, вот эти маленькие сообщества, которые есть. Вот примари, сообщества примарей, различные другие сообщества должны, в самом деле, консолидировать все свои усилия для того, чтобы разрушить эту систему и делегиматизировать полностью эту власть. Потому что иначе ничего в этой стране происходить не будет. Иначе, как говорит господин Дьяков, проблема не в прокуратуре, какая она не была бы честная. Она в условиях неправового государства просто существовать не может. И получается всегда так, что власть почему-то проигрывает, а народ не выигрывает. Власть выигрывает, а народ проигрывает. Я имею в виду, что власть проигрывает в том плане, что она делегитимизирована в лице населения, она вроде бы проиграла. Но, тем не менее, население и народ вроде бы и не выигрывает, только потому, что не способен именно объединиться для того, чтобы противостоять этой власти. Господин Дьяков, что делать? Да что, примарям, которые не принадлежат партиям власти, надо работать более законно, более осторожно. Да, вообще-то всем желательно работать законно. Не более или менее, а всем работать законно. Более осторожно. А более серьезно, я хотел бы обратиться в камеру посмотреть к господину Харунжину, которому я верю, очень грамотный прокурор, профессиональный. Он сейчас исполняет и обязанности прокурора, и он сам тоже не утвержден, и генеральную, и свои прямые обязанности. Я уверен, что не доходят руки. Две высшие должности исполняют одно лицо. Но, коль вот это дело уже принимает такой резонанс, и сам Филиппов здесь подтвердил, что он сам обратился, еще другие пресса, международные структуры и так далее. Чтобы сохранить лицо, господин Харунжин, чтобы сохранить лицо, возьмите лично, потеряете час, потому что я не думаю, что это дело такое уже объемное. И изучайте, и посмотрите. Если действительно там есть что-то незаконное, необоснованное, возьмите, откажите с объединениями. И будет нормально. Господин Анатолубарев, спасибо большое. Для меня ситуация совершенно ясна. Демпартия объявила целью стать самой сильной партией, в процессе становления прекратила быть партией, превратилась в группировку, захватившую государство, слилась с преступным государством, стала некой такой симбиозом клана и захваченных государственных институтов мафиозным симбиозом. Идет фронтальная атака на оставшиеся островки демократии, среди которых это и местная власть, пресса. У нас есть ситуация. Могу подтвердить. Да. Независимый бизнес, который что-то еще пытается здесь делать и не платит дань. Государственный механизм не работает защитить никому, поэтому остается, я это повторяю, из передачи в передачи, сопротивляться. Это гражданское неповиновение, это массовые протесты. И цепляться за каждую возможность сохранить эти элементы демократии, которые впоследствии станут, я надеюсь, если это государство сохранится, островками стабильности и развития, откуда мы начнем возрождать нашу страну. Господин Филиппов, я бы хотела, чтобы вы завершили эту программу. Может быть, обращение не столько вывода, сколько обращение к тем мэрам, которые еще делаются. Да, я хочу, да. Мэрам оптимизма и уверенности в том, что в этой жизни не все потеряно, и от их личного убеждения, от их личной стойкости и веры в себя зависит многое. Хочу обратиться к политическим партиям с просьбой не высказывать политические заявления в мою поддержку, а направить все свои усилия на то, чтобы в парламенте максимально постараться поломать ту систему, которая сегодня существует. И, может быть, даже судьи районных судов, прокуроры района должны избираться так же, как и мэры на 4 года, чтобы они чувствовали ответственность перед людьми, которые их избрали. И хотел бы сказать демократической партии, что все те усилия, которые у них направлены на захват страны, я как человек с глубинки говорю, что люди вас все больше и больше ненавидят. И то, что вам докладывают ваши региональные лидеры, это абсолютная ложь. И будет очень горько и обидно, когда на следующих выборах даже любыми путями не сфальсифицируешь 85%. Потому что 85% населения абсолютно ненавидят все, что связано с названием демократической партии, хотя я сказал, что никакого отношения они к этой партии не имеют, и с фамилиями их лидеров. Я считаю, что как папа, имеющий трех несовершеннолетних детей, я считаю, что у нашей страны есть будущее, но за свое будущее надо бороться, и за свое будущее надо доказывать, что мы способны его обеспечить. Вы держитесь. Будем бороться вместе. Покойной ночи. Увидимся завтра в 21.00. Еще поборемся. Субтитры подогнал «Симон» С этим кофе ты захочешь...